МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новостей на телеканале Обгинск ТВ. Здравствуйте! В студии Георгий Розоваев. И Дарья Человекова. Коротко о главном. Ямочный ремонт. С приходом весны обгинские автомобилисты традиционно жалуются на ухудшение состояния дорог. Опасный лед. Толщина ледяного покрова на водоемах региона стремительно уменьшается, а на реках уже образовались промоины. Оскар и Розовая дама. В обгинском молодежном театре готовятся к премьере спектакля, поставленного по произведению французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Шашечный турнир. Сегодня в детском саду Муравушка демонстрировали умение играть в шашки ребята из дошкольных образовательных учреждений Наукограда. С приходом весны обгинские автомобилисты традиционно жалуются на ухудшение состояния дорог. В асфальтовом покрытии после схода снега зияют многочисленные выбоины и трещины. Устраняют дефекты дорожного полотна методом ямочного ремонта. Кристина Забожко продолжит тему. Наступила весна и вновь появилась необходимость в устранении многочисленных ям с дорожного полотна, образовавшихся в зимний период, чтобы улучшить качество дорог. Но что думают жители Обнинска по поводу ямочного ремонта? Мнения горожан на этот счет разделились. Одни считают, что такой ремонт необходим, чтобы сохранить колеса автомобилей. А для других это лишняя трата денег. После весны все расцветает, все тает, ямы, колеса убивают. Ужас. Ну, конечно, если бы целиком, было бы лучше покрытие. Ну, хотя бы хоть что-то, хоть какое-то, чтобы не бить машины, не портить колеса. Трата денег лишняя. Затрата денег. Ямку одну и ту же 10 раз в месяц ремонтируют. Сколько рабочей силы трачено, сколько денег заплачено. Пустую ямка через неделю вываливается, и все. Лучше бы лишний метр сделали полной дороги. В целом, я считаю, что проблема на дорогах только из-за того, что у нас нет правильного отвода воды. Так как это обстоит в Кобийце, на Нагагарине, то есть в воде некуда деваться. И из-за того, что постоянно перепады, то растает, то замерзнет, естественно, асфальт будет постоянно разваливаться. А вот у главы администрации Наукограда мнение по поводу ямочного ремонта однозначное. Работы будут продолжаться. Несмотря на то, что нас критикуют за ямочный ремонт, мы будем его делать однозначно. Потому что дожить до начала ремонта дорог в апреле месяце нужно, все-таки не потеряв наш автопарк городской. Колеса все останутся в этих ямах, если их вовремя не латать. Число бригад дорожников в Наукограде будет увеличено с одной до двух, чтобы выполнить распоряжение губернатора Калужской области и закончить работы по устранению ям на дорожном полотне до первого мая. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ. Обнинские старожилы категорически противятся изменениям, вносимым в архитектурный облик старого города. Жильцы ветхих домов на улицах Комсомольской и Парковой, годами ждущие расселение, напротив, просят построить для них новые дома. Спор этот давний. Как он будет решаться, рассказала главный архитектор Наукограда Ольга Лапина. 17 января состоялись публичные слушания по изменениям и дополнениям в правила землепользования и застройки муниципального образования города Обнинск, утвержденным решением городского собрания. На слушаниях говорили о том, что в старом городе создана особая градостроительная зона ансамбля архитектурной жилой застройки 50-60-х годов прошлого века. И в этой зоне были установлены градостроительные регламенты, которые запретили менять этажность, цвет зданий, запретили ликвидировать архитектурные детали на фасадах, то есть полностью сохраняется исторический облик. И эта зона включила в себя практически жилые дома, многоквартирные по 55 адресам. Улицы Парковая и Горького входят в зону, в которой представлено малоэтажное строительство. Исторических объектов здесь нет. Строительство домов выше пяти этажей не разрешается. Однако из этого правила есть исключение. И отдельные дома выше пяти этажей на улице Парковой все-таки появятся. Это связано с проектом расселения жителей из ветхих домов, принятым в 2012 году. Уже снесено из 27 вот этих бараков 12 снесено, из них переселены жители. И на сегодняшний день построено 5 домов введены в эксплуатацию. Это три 12-этажных дома на Комсомольской, и там же на Комсомольской еще два шестиэтажных дома. В настоящее время выдано разрешение на строительство и ведется застройка уже на улице Парковой. На Комсомольской два дома выданы разрешения. То есть мы говорим, что сохранению исторического облика старого города никаким образом не мешает тема сноса вот этого оставшегося ветхого жилья. Жителям домов на проспекте Ленина, соседствующих со стройкой, не нравится, что в их дворе появится многоэтажка. Однако все градостроительные нормы здесь соблюдены. Когда смотришь на улицу Комсомольской и Парковой, как там сейчас сделаны объекты благоустройства, там детские площадки, там высажены зеленые насаждения, там сохранены старые деревья, причем не просто вот они, они все опилены культурно. И вид совершенно там другой, там приятно находиться. Такое же благоустройство будет выполнено и на Парковой. После окончания строительства здесь разобьет красивый сквер с детской площадкой. Что касается парковочных мест, о них тоже позаботятся. Будет отремонтирована большая автостоянка на Комсомольской. Обустроены дополнительные машины-места на улицах Горького и Парковой. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Главное управление МЧС России по Калужской области сообщает, что толщина льда на водоемах стремительно уменьшается. На закрытых водоемах она составляет от 25 до 37 сантиметров, а на основных реках области уже образовались промойны. По прогнозам, реки вскроются до 18 марта. Замер толщины льда на водных объектах региона производится силами инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калужской области и личного состава спасательных формирований. Данные по состоянию рек в районе гидропостов уточняются в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Она пока позволяет находиться на льду, но нужно быть внимательным. Все-таки с каждым днем она становится меньше и меньше. Сейчас 20 сантиметров, на прудах чуть больше, но уже большие проталины. Сверху лед сильно подтаивает, ну и динамика внизу, конечно, тоже подтаивает, и структура его меняет. Конечно, нужно уже быть, если вы вышли на лед, нужно быть внимательным, но уже, конечно, надо воздерживаться, поскольку вода поверх льда свидетельствует о том, что нечего там делать. На реке Протве в районе Обнинска толщина льда составляет около 20 сантиметров. МЧС предупреждает, выход на лед небезопасен. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 13 марта в Обнинске в одном из сетевых магазинов города был задержан гражданин, подозреваемый в краже. Мужчина зашел в торговый зал и открыто похитил со стеллажа, бутылку водки и 8 тюбиков зубной пасты. Сложив выбранный товар к себе в сумку, злоумышленник, не оплатив, решил покинуть магазин. И на этот раз сбежать ему не удалось. Сотрудники заметили неправомерные действия гражданина и остановили его до прибытия сотрудников полиции. На данный момент фигурант сознался в содеянном и уже дал признательные показания. Также на днях в Наукограде произошла целая серия краж из автомобилей. В среду в полицию обратился еще один владелец иномарки «Санг Йонг». Предыдущим вечером мужчина припарковал свой кроссовер в одном из дворов на улице Победы, а уже утром обнаружил разбитое пассажирское окно. Из салона пропал видеорегистратор стоимостью 8 тысяч рублей. Аналогичная ситуация произошла и в одном из дворов проспекта Ленина. Злоумышленники не обошли стороной и автомобиль УАЗ. Разбив также переднее пассажирское окно, преступники похитили сумку с документами и видеорегистратор. Сумма ущерба составила более 3,5 тысяч рублей. Теперь стражам порядка предстоит выяснить все детали случившегося. А горожан просим быть внимательнее и не оставлять ценные вещи без присмотра. Не обошлось в этот день и бездорожно-транспортных происшествий. В полдень на улице Белкинской столкнулись опели Киа. Обстоятельства произошедшего участники аварии решили оставить в тайне до приезда сотрудников госавтоинспекции. А буквально через час местом еще одного ДТП тоже стала улица Белкинская. По предварительной информации, водитель за рулем внедорожника марки «Вольво» решил обогнать впереди идущий «Фольксваген». А у владельца легковушки, видимо, были другие планы. Мужчина в этот момент, не включив указатель поворота, свернул налево во двор. В результате столкновения «Вольво» вылетел с проезжей части, чудом не врезавшись в столб. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. На данный момент проверяются все обстоятельства этого ДТП. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания «Обдинск ТВ». В Обдинском молодежном театре 16 марта состоится премьера спектакля «Оскар и розовая дама», поставленного по произведению французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта о последних днях 10-летнего мальчика, умирающего от рака. Несмотря на серьезность темы, эта постановка скорее шоу, чем драма. Молодежный театр вырос из театральной студии, созданной Надеждой Казанской 25 лет назад. За прошедшие годы коллективом были осуществлены постановки как пьес русских драматургов 19-20 веков, так и произведения современных отечественных и зарубежных авторов. Молодежный театр отличается приверженностью к классической русской театральной школе, искренностью актерской игры. В спектаклях поднимаются темы совести, уважения, человечности, любви и дружбы. Тонко исследуется внутренний мир героев. Коллектив имеет множество наград за актерские работы, художественное и режиссерское решение спектаклей. В труппу входят самодеятельные актеры в возрасте от 13 до 40 лет. В основном это молодые люди, пришедшие в театральную студию еще в студенчестве или в школьном возрасте. Молодежный театр показывает свои спектакли на камерной сцене, в зале, рассчитанном всего на 100 зрителей. И зал всегда полон. У нас есть уже как бы, я надеюсь, мне так кажется, зритель, который ходит на все наши спектакли, зритель, который с нами как-то сроднился, то есть проник в нас, а мы в него. И это здорово. Конечно, мы заинтересованы, чтобы приходили как можно больше новых людей, молодежи, взрослых, неважно. Наши двери вообще для всех открыты. В последнее время Надежда Казанская ставит серьезные пьесы. В этом году это драма «Оскар и розовая дама», поставленная по роману в письмах, адресованных мальчиком Оскаром Богу. Роман, изданный в 2002 году, стал бестселлером. Его инсценировали многие театры, а экранизация, сделанная автором, прошла во всем мире. Пожилая сиделка больницы «Розовая дама» превращает последние дни смертельно больного мальчика в сказку. Она предлагает ему в каждые из оставшихся дней прожить как бы 10 лет. За 12 дней «Оскар» проходит все этапы человеческого пути, от детства до старости. Переживает любовь, предательство, измену. Это можно смотреть с детьми. Это даже, наверное, нужно смотреть с детьми. Потому что там поднимаются действительно серьезные вопросы. Опять же, вот то, что я люблю, тема родителей и детей. Вот этого взаимопонимания, когда нужна какая-то поддержка, когда нужна какая-то помощь, когда хочется быть услышанным, а тебя не слышат дома. Надежда Казанская не ставила своей задачей показать физиологию болезни. Она стремилась показать человеческую жизнь, спрессованную в 12 дней, прожитую мощно, интересно, полноценно. По жанру это шоу-спектакль. Его показы пройдут по выходным дням в марте и апреле, а премьера состоится в субботу, 16 марта. Костюмы и декорации сделаны руками членов актерской труппы. В этом году молодежный театр готовит к выпуску еще один спектакль. Страх и отчаяние в Третьей империи. Его премьера запланирована на осень. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Сегодня в детском саду «Муравушка» прошел шашечный турнир. В игре приняли участие дети из 13 детских дошкольных образовательных учреждений Наукограда. Соревнования по шашкам проводятся в «Муравушке» в пятый раз и уже стали доброй традицией. Перед игрой участники посмотрели небольшое представление. К ним в гости пришел Буратино, который ничего не знал о шашках. Дети показали себя знатоками, рассказав сказочному герою о том, сколько клеток на шашечной доске, как появилась эта интеллектуальная игра, сколько человек могут в нее играть и многое другое. Воспитанницы детского сада исполнили танец черной и белой дамки и напомнили правила игры. Начинать бой можешь смело. Первый ход всегда за белой. Шашки медленно, но метко. Шагают лишь по черным клеткам. Наверное, шашкам не везет, что ходят шашки лишь вперед. Знают все и стар, и млад. Шашка бьет вперед-назад. Соревнования прошли в три тура. В первых двух участвовали все, пришедшие на турнир. В третьем – самые сильные. Дети не спешили, тщательно обдумывали каждый ход. Всем хотелось выиграть. Им нравится работать головой, им нравится выполнять умственные задачи, решать их и побеждать. Это самое главное, что у детей есть стремление к этому. Перед соревнованиями ребята тренируются в своих детских садах. Воспитатели объясняют им правила игры, проводят занятия. Играют ребята и дома с родителями. В ряду интеллектуальных игр шашки занимают второе место после шахмат. Они развивают умственные способности детей, а также логику, усидчивость, целеустремленность, помогают подготовиться к учебе в школе. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В Обнинской школе Олимпийского резерва по волейболу Александра Савина Между тем, начался межрегиональный турнир среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения «Весенняя копель». Продлится он до 16 марта. Первый матч состоялся сегодня между двумя командами из Наукограда «Обнинск-1» и «Обнинск-2D». В турнире участвуют семь спортивных коллективов. Юноши и девочки из Обнинска, Липецка, Старого, Оскола и Калуги. Возраст игроков 10 и 11 лет. Наукоград на соревнованиях представляют четыре команды. Две женские и две мужские. Всего за время турнира пройдет около 20 игр. В первый день состязаний состоялся матч между обнинскими юношами и девушками. По итогу первой встречи в рамках межрегионального турнира «Весенняя копель» победу одержала команда юношей «Обнинск-1». Завершится межрегиональный турнир среди юношей и девочек с 2008-2009 годов рождения 16 марта. Уже в эту субботу подведут итоги и определят победителей состязаний. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск-ТВ. А наша программа подошла к концу. Напоминаем, что следить за новостями вы можете на интернет-соте, телекомпании, на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова